Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Skladis, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим два шлейфа. Первый шлейф это шлейф кнопок включения. И второй шлейф это шлейф боковых кнопок громкости с переключателем бесшумного режима. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Их открутили, теперь вынули. Теперь необходимо отсоединить модуль дисплея. Для этого его необходимо отщелкнуть, начиная с нижней части корпуса. Отщелкиваем. Это можно сделать либо лопаткой, либо медиатором. Отщелкнули. Открываем. Теперь необходимо открутить металлическую защиту шлейфов. Там находятся пять винтиков. Откручиваем первый. Второй. Третий. Четвертый. И пятый. Открутили. Теперь необходимо демонтировать металлическую защиту. Отсоединяем четыре шлейфа от печатной платы. Раз. Два. Три. Три. И четыре. Убираем модуль в сторону. Теперь необходимо демонтировать печатную плату. Аккумулятор. Полифонический динамик. Камеру. Приступаем. В данный момент мы демонтируем металлическую пластину аккумулятора. Там два винтика. Снимаем ее. Отсоединяем аккумулятор. Отсоединили. Продолжаем откручивать печатную плату. Нам придется открутить довольно-таки много винтиков. Запоминайте их расположение. То есть, откуда открутили винтик, туда его нужно прикрутить. Бывают очень частые случаи. Люди ломают печатную плату. То есть, как? Открутили длинный винтик, а вкрутили туда либо маленький, либо наоборот. К примеру, где ставил маленький винтик, туда вкручивают длинный винтик. И из-за этого, получается, повреждает печатную плату. И после этого даже аппарат нельзя будет отремонтировать. Оценяем шлифа сверху. Вот как вы видите. Там открутили два винтика. Откручиваем остальные винтики. Будьте внимательны. Откручиваем. Еще откручиваем. Еще. Нам необходимо демонтировать все детали, грубо говоря, спечатать. Это вот мы только что демонтировали. Антенна Wi-Fi. Дальше откручиваем. На торце откручиваем винтики. У камеры. Это мы откручиваем винтики у задней камеры. Ее тоже необходимо будет демонтировать. Откручиваем. Вытаскиваем сим-лоток. Это внизу отсоединили шлейф нижний. Отсоединили как сильный кабель. Вытаскиваем печатную плату. Когда будете вытаскивать печатную плату, убедитесь, что вы открутили все винтики, чтобы ее не загнуть и не повредить. Все. Мы демонтировали печатную плату. Ее убираем в сторону. Убираем, чтобы не мешалось. Это отсоединяем аккумулятор. На нем приклеен скотч, который нужно вытянуть. Как у нас указано на видео. Смотрите внимательно. Вытягиваем его. Вытянули один. Также можно сделать и со вторым. Аккуратно отклеивайте. Не проткните аккумулятор. Если вы проткнете аккумулятор пинцетом или еще чем-то, аккумулятор придет в негодности. Его придется заменить. Если такое случилось, не ставьте аккумулятор, если вы его проткнули. Лучше покупите новый и поставьте новый аккумулятор. Вынули. Все. Аккумулятор отсоединили. Теперь будем демонтировать верхние шлейфы. Шлейф кнопки громкости и кнопка включения. Откручиваем винтики торца. Откручиваем. Шлейфа приклеены. Так что их придется отклеивать. Снимаем металлическую защиту. Откручиваем. Откручиваем. Шлейф кнопки включения. Он приклеен. Аккуратно его отклеим. Не повреждаем ничего. Как правило, шлейф кнопки включения выходит от попадания влаги, от механических повреждений. То есть, если у вас не работает кнопка включения, то это 90%, что нужно заменить только шлейф. В редких случаях бывает, что это не шлейф. Но если это не шлейф, то когда вы будете разбирать печатную плату, будете отсоединять. И смотрите, куда подсоединяется шлейф кнопка включения на разъеме на печатной плате, нет ли никаких повреждений. То есть, коррозии. Либо еще каких-либо повреждений. Если все же вы заменили шлейф кнопка включения, это вам не помогло и на шлейфе, куда подсоединяется сам вот этот разъем, нет повреждений, соответственно, проблем в печатной плате. Со шлейфа необходимо снять держатель кнопки, который прикручивается к плате. Вот эта металлическая пластина, которую мы сняли со шлейфа. Эту металлическую пластину нужно будет установить на новый шлейф. Приступим. Теперь необходимо установить шлейф кнопку включения в корпус. Берем металлическую пластину и устанавливаем ее в шлейф. Запоминайте, когда вы ее снимали, как стояла эта металлическая пластина. Устанавливаем. Вставляем эту металлическую пластину в пазики. И необходимо ее прикрутить на винтики. Прикручиваем. Первый винтик. И второй винтик. Все, прикрутили металлическую пластину. Вставляем шлейф по правдой. Устанавливаем металлическую защиту шлейфа. Тоже необходимо ее прикрутить. Прикручиваем. Теперь будем менять шлейф боковых кнопок громкости и переключателя бесшумного режима. Для этого необходимо открутить также держатель этих кнопок. Открутили. Теперь необходимо снять шлейф боковых кнопок громкости. Он тоже приклеен. Потихонечку его отклеиваем. Отклеиваем. Если у вас не работают боковые кнопки громкости или переключатель беззвучного режима, 90%, ну 80-90%, что это при замене данного шлейфа у вас все будет работать. Но все же, если вы его заменили и у вас не заработали боковые кнопки громкости, это может быть быть проблемой на печатной плате. Для начала смотрите разъем печатной платы, куда подсоединяется данный шлейф. Нет ли на нем коррозии или повреждений. Если есть, то нужно отремонтировать разъем на печатной плате. Если таких повреждений нет и шлейф все же не работает, значит проблем в печатной плате. На следующих уроках мы это все обсудим, какие могут быть еще проблемы. Вернемся к шлейфу. С данного шлейфа необходимо снять три держателя металлических, которые держат шлейф на корпусе. Снимаем их аккуратно. Самое главное, не повреждая сами металлические держатели. Все сняли. Неисправный шлейф убираем. Теперь необходимо на шлейф боковых кнопок громкости установить две металлические пластины держателя и саму кнопку переключателя бесшумного режима. Устанавливаем. Извините, чуть не в кадре. Устанавливаем. Аккуратно. Опять ушел. Извините, из кадра чуть-чуть. И устанавливаем последний металлический держатель. Это держатель кнопок громкости. Теперь это все необходимо установить в корпус. Устанавливаем в пазики. Устанавливаем первое. Устанавливаем. Устанавливаем. И прикручиваем. Прикручиваем. Теперь кнопки громкости. Прикрутили. Все. Мы установили шлейф боковых кнопок громкости с переключателем. Теперь необходимо установить печатную плату в корпус. Устанавливаем. Устанавливайте аккуратно. Устанавливаем. И подключаем шлейфа. Шлейф боковых кнопок громкости и кнопок включения. Подключили печатную плату. Камеру поставьте ровно. Теперь будем прикручивать винтики. Их довольно-таки много. Самое главное прикручивайте винтик откуда вы его открутили туда и вкручивайте. Не ошибайтесь с винтиками. У них разные размеры. Иначе вы можете повредить печатную плату. часто бывает случаи, что люди повреждают печатную плату и после чего ее нельзя починить. Именно повреждают винтиками. Прикручиваем. Прикручиваем антенну Wi-Fi. Данная деталь вообще сложную сломать антенну Wi-Fi и никогда она не выходит из строя. Но очень редко. Если аппарат залили водой если ваш аппарат плохо ловит сеть Wi-Fi 1% что эта данная деталь может выйти из строя. В основном повреждается модуль Wi-Fi или другие компоненты которые отвечают за Wi-Fi. Это мы отошли от темы. Сейчас необходимо установить и прикрутить все винтики на печатную плату. Прикручиваем металлический держатель шлейфов кноп включения и боковых кнопок громкости. Эта металлическая пластина служит для того когда вы уроняете аппарат чтобы разъемы не отщелкнулись от печатной платы. Прикручиваем на печатной платье еще винт. Еще прикручиваем. Аккуратно не спеша не отлетела. Теперь прикручиваем металлический держатель камеры сзади. Он держит камеру чтобы камера при ударах не отлетела и не отсоединилась от корпуса чтобы она сидела плотно прикручиваем там два винтика всего прикручиваем 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 еще один винтик. Так как мы удалили скотч с корпуса аккумулятора когда снимали сам аккумулятор нам сейчас необходимо приклеить двусторонний скотч на корпус Этот скотч стоит очень дешево Вы его можете приобрести у нас в интернет магазине После того как наклеили скотч устанавливаем аккумулятор подсоединяем нижний шлейф к печатной платье как сильный шлейф подключаем к печатной платье и подключаем аккумулятор подключили Теперь необходимо установить держатель шлейфов Необходимо прикрутить два винтика Прикрутили Теперь берем дисплейный модуль и подключаем его к печатной плате Раз Два Три И четыре Теперь устанавливаем металлический держатель Необходимо прикрутить пять винтиков Первый Второй Третий Четвертый Четвертый И пятый Прикрутили Теперь защелкиваем модуль Надавливаясь верхней частью и защелкиваем по бокам Теперь устанавливаем два нижних винтика Мы вам показали как самостоятельно произвести ремонт Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине Продаем запчасти по всей России Либо обращайтесь в наш сервис-центр где мы устраним любую поломку профессионально Всем пока Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok